Максимальное количество транзакций включить в блокчейн И следующему майниру было выгодно майнить на самой длинной цепочке То есть это приводит к тому, что у нас максимальное количество транзакций будет включено в блокчейн Соответственно, нам нужно для того, чтобы майнинг мог осознанно майнить на самой длинной цепочке А не отбрасывал какие-то микроблоки просто так И не начинал майнить, допустим, на предыдущем блоке Потому что можно отбросить микроблоки очень просто, потому что они не входят в вычисление дикталки Они дешевые, то есть нода получила право сгенерировать эти блоки И потом она дешево, не напрягается, генерирует кучу микроблоков То есть они очень дешевые И следующая нода, следующий майник может прийти, просто отбросить эти все микроблоки Сказать, что не будем на них продолжать цепочку, а продолжим на предыдущем блоке Надо заставить его это не делать Как это можно сделать? Надо нам, соответственно, заставить майнера Майнера, как бы, майнер на самой длинной цепочке И для этого он должен получать часть комиссии от приведущих блоков Иначе просто майнеру это будет неинтересно Он может отбросить, вот здесь некая транзакция Он может увидеть транзакцию, я думаю, почему у этой X-Pool есть, но есть еще блоки уже замайнера Он ее отбрасывает и в блоке, да? И опять ее достает из X-Pool, опять же включает блок и на ней майнер Ну да Это как бы элементарно, да? То есть он может такое сделать И здесь надо как-то заставить его это не делать Видимо, проект уже был сказан Но да, технически он может отбросить их в свой Свой добавить Сто процентов Не отбросить Сто процентов И он может, допустим, майнить на ней, включить ее блок А потом попытаться сгенерировать следующий блок Да, key-block И потом уже поставить в сеть микроблок с этой транзакцией И следующий key-block Таким образом он получает всю конечку, да? То есть вот это вот условие практически Альфа это… Альфа это сколько? Сколько хешей? Сколько хешей? Есть у нашего майнера А R-Leader это сколько он получает от комиссии за блок То есть у нас в блоке транзакции, в микроблоке Они с комиссиями идут и майнер получает комиссии Соответственно, R-Leader это комиссия, часть всей комиссии, которую получает текущий майнер Соответственно, нам нужно… У нас есть два условия У нас есть некая транзакция И нам надо так сделать, чтобы майнер имел разумные основания, включить ее в приключий блок Для этого что он может сделать? У нас есть, соответственно, что может происходить Он может попытаться получить полную комиссию за эту транзакцию То есть он может получить комиссию в бета-блоке и в следующем И нам надо так сделать, чтобы майнер было невыгодно То есть у нас получается какое неравенство Первая часть этого неравенства, когда он пытается получить полностью комиссию А второй случай, когда ему не удается это сделать Потому что какая-то другая нода первая включила Первая заманила следующий блок И он вынужден майнить на уже в следующем блоке Эту транзакцию включая следующий блок и майнил уже на ней То есть это мотежрание такое? Да, это просто обычные твердые варианты Вот это первое условие И, соответственно, второе условие Это продвление самой длинной цепочки То есть нам надо заставить майнера, чтобы он не выкидывал микроблоки Не выкидывал транзакции какие-то уже замайненные Не выдергивал себе какой-то хпула и не майнил их заново Это второе условие То есть надо, чтобы он может попытаться В принципе здесь достаточно все просто Второе условие вот такое, получается Два неравенства, они решаются И считаем, что у нас византийские ноды не могут быть сильнее, чем четверть всей сети И из этих условий получается, что доля, которую получает майнил за генерацию Заключение транзакции блок Текущий, да Она больше 37 и меньше 43% То есть это в принципе достаточно такой А то есть двойное неравенство Именно ограничение Да, это если Максимальное количество Безинтических хэшей Существует еще ряд неочевидных атак Которых мы не будем рассматривать здесь В принципе они такие уже очень такие спорные И даже такие несколько уже в сторону безопасности всего биткоина Но существует еще одна атака, которая очевидна вполне Это даблспенд Поскольку майнер ничего не платит За генерацию микроблоков Он может попытаться сделать даблспенд Он может попытаться генерировать два микроблока С одной высотой Но с разным содержанием, условно говоря То есть в одном блоке транзакции идет Одному На один адрес, в адрес магазина А в другом блоке транзакции идет На адрес самому майниру, условно говоря То есть это просто даблспенд И это достаточно серьезная проблема Которая решается здесь И здесь действительно есть некоторые вещи Которых обычно в биткоине нету Это наказание плохого майнера Так называемая poison transaction Когда система видит, что происходит даблспенд Кто-то видит, что есть два блока с одной высотой Сгенерированные одним майнером И что происходит Он это берет И постит сей транзакцию С хедерами этих обеих блоков И он получает Соответственно, эту сеть видит Соответственно, протокол То есть, согласно протоколу То есть, согласно протоколу По которому работает сеть У плохого майнера Забирается комиссия За генерацию блока Которую он не получает сразу Который включил Пользовую транзакцию в блокчейн Получает Допустим, в оригинальной статье 5% написано Это, думаю, цифра дискуссионная 5% от комиссии Который Как бы мог заработать Плохой майнер Смысл здесь в том, чтобы Был какой-то инцентив Чтобы было интересно Майнеру включать пользу Транзакцию в блокчейн Видите, такая схема Предлагается многими Сейчас системами Это то, что в Каспере Майнер депозитит Некоторый экспозит И если они в себя ведут Его забирают Часто это предлагается В продакшн системах реализовано не было Именно системы, когда Вы должны что-то там Задепозитить, чем-то рискнуть Чтобы майнер Это очень часто предлагается Но такая режима не было Происходит Тоже происходит депозит Только его не забирают В смысле в том, что Я так понимаю Каспер я смотрел Недавно не нашел Полтора года У них что-то не произошло У них что-то не произошло Идея там есть такая И таких очень много Как потом выбирается Ну, если будет два Две цикочки там С просто на одинаковую сатеку Два блока А на одной стене Ну да, если это плохой момент Я правильно знаю, что Проблемы на самом деле нет Надо просто дождаться На следующем Кейблок В которого реально Выложена работа Он делает ссылку На какой-то Из двух этих микроблоков И все Как битхойн Просто надо Подождать Аформацию Как бы Хотя бы Типолитет Типолитет Много меньше Чем Да Здесь много моментов Возникает сразу Да А Еще раз Битхойн Ангвер Что дает Он использует Восчислительную мощность сети Но Он не Как бы И немножко Повышает безопасность На самом деле Но Некоренным образом То есть здесь Речь идет О увеличении Проходимости сети Но безопасности здесь Как бы Больше нет Потому что она Немножко больше Но не очень больше Все равно Нужно ждать Нормального Нормального Магазина Все равно Нужно ждать Когда придет Следующий И только тогда Уже там Что-то сладить Какие-то товары В принципе Здесь Секьюрити Повышает Силу Даже без этой Пользовой транзакцией Безопасно Такая же Как и битхойн Безопасно Да С ней Может быть Чуть-чуть Ну Она только Наказание Ну В принципе Я не очень понимаю Зачем нужна Эта транзакция Нет Подожди Ну не совсем То есть Ты же можешь Если ты ждешь Если ты ждешь 6 информейшн Хотя бы парочку Ну да Если ты ждешь Стойко же Без информейшн Сколько Битхойн Да Если ты вообще Без информейшн Уберешь транзакцию Несколько безопасно Здесь Есть какие-то постепенные В плане безопасности Здесь Не коренные Изменения Постепенные Но Здесь Естественно Проходимость Увеличивается На порядок Или на два порядка Это точно То есть Вам все равно Нужно Но транзакции Вы можете Суносить Больше И это Ход В принципе Не сложный И он Простой И он должен быть Ферризован Я думаю Сейчас Что делает CRR Они пытаются Сделать Типа Шарлинга Что-то Я так понимаю Мы Планируем Скристить С Proof of Stake И Немножко Сделать Proof of Stake Более безопасным Потому что К нему много вопросов Всегда Нужно Добавить Немножко Какого-то Рандома Чтобы Эти вопросы Были закрыты Грандинг Атаки И мы пытаемся Совместить Биткоин МГ С Proof of Stake И получить Дешевую Достаточно Систему Без Дорогого Хардвэя майнинга С большой Пропускной Способностью И Действительно Когда Рисурсы Сети Используются Оптимально Вот Пользуем Прождающим Здесь Все понятно Как работает Соответственно Вот Такой подход Простой Он очевидный В чем-то Действительно Чтобы понять Достаточно Прочитать Одно Предложение Что Майнер Майнер Дальше Все понятно И Такие подходы Обычно К чему-то Приводят Потому что Простая Идея Я Думаю Что Она Должна Реализована Я думаю Не только Мы Будем Реализовывать Ее Достаточно Обсуждается Достаточно Давно Никаких Серьезных Принципиальных Есть Некоторые Гейм Теоретик Атаки Например Можно Платить Комиссию Майнеру Такие Штуки Там Такие Вещи Есть Либо Здесь Вопрос К тому Как Вы Наказываете Блохого Майнера То есть Возможно Профит Быть Выше Чем Профит Который Он Получает От Генерации Блога Обычно Такие Атаки На бумаге Хорошо Но Впринципе Хороший Подход Он Такой Прочный И Надо И Будем Этим Заниматься Если Есть Вопросы А Биткоин Теоретически Практически Биткоин Мог Перейти Да Изначально Биткоин Это Как Биткоин Англия Из Новейшин Да Можно Какое Перевести А вот Тоже Такой Вопрос То есть Получается Что Тот кто посчитал блок Мы Тому Доверяем Не Как Биткоин То есть Он Честно Генерил Честно Показал Что У него есть Хэши И Давай Дальше Он Включает Транзакции После Того Как Биткоин Вначале Включил Потом Присчитал А тут Вначале Присчитал А Тут Вначале Присчитал А В Те Включая Транзакции Ну В Комиссию Смир Сам Делает Транзакции Да Просто Бывает Маленькие Блокы И Следующий Майнер Включает Цепочку Да Следующий Майнер Они Зарабатывают Там Формула Исчезает Они Ничего не зарабатывают Они Ничего не зарабатывают Мы не будем это включать Здесь Именно Смысл в том Что Материальная заинтересованность В майнерах Майнит на самой длинной цепи В принципе То есть Стан становится Много дешевле Можно сделать Мегабайтный Микроблок Это Небольшую транзакцию Но Майнер Ничего не стоит Включить В цепочку А Всем остальным Немного дешевле Человек потеряет 60% То есть Сейчас Вы теряете 100% Нет Просто Делает Тонзакции Правильно Я не понимаю Но Смотри Эргинтеру при этом Ну Кардинер Получает 40% От Всех Тонзакций Ну да Так Соответственно Следующий Чувак Получает 100% Нет В принципе Включить Тонзак Смолевая комиссия Ну Это же не выгодно Ничего не поможет Наташа Рассказал Что Следующий Смолевая Небольшую комиссию Добавили Добавили Зачем Просто Смолевая комиссия Не так происходит Да Так Не Он сразу рассказал Что Можно будет Эти блоки Можешь Смолевая комиссия Тебе Смолевая комиссия Трати Твои деньги Делай что хочешь Я Насколько Понимаю Просто Много блоков Генерируется Проблема Основная Распухает блокчейн Она остается Да А сайдчейн Решает эту проблему То есть Может быть это вообще не нужно НГ 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 Нужно Для Обмельчения Силпута То есть Мортичейн Все это убирает Маху То есть Нужно немножко рассказать Что такое Потому что Разные подходы Есть Вам нужно Складить Силпута Как это решать Сайдчейн Я не понимаю Ну это открытие Ну как Каналом Каналом Вот А при этом Изменение протокола То есть Сегвит В моем понимании Он уже это позволяет Ну лайтинг Да Все То есть Это уже Применительно К Хорошо Альтернативный подход Он действительно повышает Там есть тоже Он не решает все проблемы Он решает проблему Альтернативного НГ В плане решения Проблемы Проблемы Альтернативного Они По-моему Они Совмещатся Вообще Никак не мешают В принципе Все Офчейн Ну В принципе Нет Почему Лайтинг Можно Наверное Зачем Непонятно Лайтинг Мне кажется Более просто Почему Лайтинг Первый Я не знаю Но там проблемы Все равно С стейтом С тем Когда все Ноги Выходят В анчейн В силу того Допустим Что Центральный Харт падает И всем Нужен в анчейн В анчейн А проходимость Анчейна Ограничена Биткоиновой проходимостью И Вопрос То есть Нет Серебряной Пули И это Одна из частей Целого Которые 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 Это Консенсус Когда у вас 100 валидаторов И они Что-то Валидируют Ну Мы так Думали Делать Но Чего-то Не хочется На самом деле Потому что Это Не Полностью Централизованная Система И Эти 100 валидаторов Могут в конечном итоге Договориться о чём-то Нет Действительно Есть такие атаки Они уже реальные Действительно Могут договориться И всё И Будет плохо И Эти системы Битшерс Ну Что-то Как-то Очень круто Да Ну Они Дружат Ну Проф оф стейк Плюс Проф оф орк То есть Я насколько понимаю Проф оф орк Там как раз То есть 19 Условно Там 40 блоков Один из 40 блоков А 39 блоков Это Проф оф стейк идёт Вот Можно применить И Ну Олег Ховойков своих Ну То есть Там Проф оф стейк Хорошая схема Мы сейчас Дима с Сашей Чапановой Как раз Едут мало Причём Да И В принципе Наверное Когда-нибудь Рассказать Там В том Что То есть Генерируется Проф оф орком Реже Да За счёт этого Можно Вот Между этими 40 блоков Вот эти Можно часто Генерирует Там Можно вообще без Проф оф стейк А если Чисто Проф оф стейк Там Сохраняется Угроза Безопасности То Потому что Сразу Все Выгодно Майнить цепочки Это Не Это Такая Я Думаю Это Очень Поверхность Когда Вычисляется Награда А может он Транзакции Специально Подготовить Подмешать Свои Чтобы Его Хэш Какой Победил Может Добавлять Сколько Хочет Может Проще Перебирать Это Как Нанс Перебирать Ну Можно Монополию Можно Нанс Перебирать Дешевле Нанс Он Может Транзакции Ничего не меняется Я Насколько Понял Сейчас Технология Segwit Lightning Network На его базе Она дает возможность Создавать Сайдчейн Мультичейн Боковые цепи В которых Может быть Любое Proof of stake Proof of stake Proof of stake Proof of work Любые Может Какое-нибудь еще Придумать Новое Получается Мы На самом Биткоине Создаем Некоторый канал Сайдчейн До Через день Будет И каждый день Получаются Новые цепочки А Среди них Миллион Блоков Нам нравится Записываем Миллиарды транзакций Вот Ну это Сайдчейн Ну это Лайтнин Ну который Ну Лайтнин И сайдчейн Да Объясните Для глупого человека Объясни Между Одним Один Не Ну там Поверх Этого То есть В канале Мы можем Сделать Какой-то Консенсус Пускай там Пруф устает Например Таким образом Мы сайдчейн Создаем Может и не быть Может Не быть Ладно Тогда Про сайдчейн Тогда Вот Посмотрите Я Сиро Сайдчейн Типа Шахмин Он НГ Объединяет Сайдчейн Общие Сайдчейнов А Микротранзакции Разные Такой подход То есть Чекпоинты Майнится Все сразу Но Валидируется Все По отдельности Получаются Шарды Каждый И Все Работают С тем шардом Который Такой подход Нормальный То что прогнозируется Сейчас Летом 2017 То есть Эта технология Когда будет доработана И выпущена В продакшн Таким образом Все остальные проекты Они Неизбежно будут Присоединяться К блокчейну биткоина И создавать В нем Сейчас Как Записал Какой-то свой Ну Есть Витки Переводить Но там есть Какие-то моменты Которые нужно Заморозки Заморозки Средства Битков Потом Перевод Это Ну Словно В свой Блокчейн Потом На свои токены Переделаешь Переводишь Потом Обратно В битки Размораживаешь Ну Дай бог Дай бог Есть Проблемы Они Решат Будут Молодцы Решат Проблемы Решат Решат